Что касается троллейбусного депо, то ситуация очень сложная, не то что сложная, она и критическая. Потому что процедуру подгласа никто не отменял и если на сегодняшний день долг перед всеми возможными структурами троллейбусного депо составляет около 18 миллионов рублей. У нас есть условия, что если мы до 16 января 2016 года выплачиваем эти 18 миллионов, то требуется на депо продолжать спокойно себе работать, перевозить людей, граждан города и так далее. Но насколько мне известно, в этом году выделено было, то есть этот долг 18 миллионов должен был погасить Марианыч из полков, городской совет, потому что он взял на себя обязательства, этот долг был закрыт. Сколько мне известно, было выделено только 1 миллион гривен, не 18 миллионов гривен. Что самое реальное, это сейчас объединять приятие коммунальное, коммунальный автобусный парк, Херсон коммунальный сервис и Херсон электранс в одно предприятие. Ставить туда реально работающих людей, а не решало всяких, и работать на благо города, перевозить людей, водные потери. Я вам скажу, если, к примеру, сравнить троллейбусное депо и Херсон коммунный сервис, то я вижу большее будущее троллейбусного депо, чем у Херсон коммунный сервиса. Поэтому будем стараться и будем что-то делать. Я просто хочу напомнить, что я как начинал свою небольшую молодую карьеру? Я их начинал с покраски троллейбуса. Мне это с детства было интересно. Поэтому что-что, но троллейбусное депо, лично я, я уйду в оппозицию ко всем, ко всем, кем только можно. Я поеду и добьюсь всего, чего можно, и зайду, кому можно. Но троллейбусное депо в Херсоне и троллейбусы в Херсоне не будут все равно. Продолжение следует...